Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем шестую главу второй Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайна Великановой. В предыдущих главах говорилось о грехах отступления и других грехах, в которых погрязли первосвященники, а затем и очень многие в народе израильском, и о тех страшных бедствиях, которые постигли Израиль как следствие этих грехов. Именно так понимает автор второй Маковейской книги «Захват города Иерусалима» со стороны Антиоха и Пифана, гибель огромного количества людей. Не кто-то другой виноват, а это сами люди виноваты, которые отступили от веры в истинного Бога, поддались на соблазн эллинизации и вместе с эллинизацией приходящей атмосферой отступничества. И вот город Иерусалим разграблен, захвачен, храм разграблен, очень немного людей сохраняет верность истинному Богу, кто-то вынужден скрываться в пустыне, и при этом гонения нарастают. Немного времени спустя царь послал одного старца, афинянина, чтобы тот заставил иудеев отойти от отеческих законов и от общежительства по законам Бога, а также осквернить храм в Иерусалиме и назвать его храмом Зевса Олимпийского, а храм в Иргаразине — храмом Зевса Гостеприимца, что подходило жителям этого места. Новое решение принимает Антиоха Епифан. По каким-то причинам ученые спорят и не до конца понимают, по каким причинам что побудило Антиоха Епифана к этому. Он хочет вовсе извести веру, принятую в Израиле, веру в Бога Библии. Это вообще не характерно для языческих народов, потому что, ну, захватываешь ты какую-то территорию, там люди вот верят в каких-то своих богов, ну и пускай верят. Главное, чтобы были покорны, чтобы платили подати. Почему надо заставлять иудеев отвернуться от веры в истинного Бога? Не совсем понятно. Но, видимо, какая-то особая злоба или какие-то особые злые темные силы действовали через Антиоха Епифана. И вот он развернул такие гонения. Храм он ограбил, вывез оттуда все добро. Что ему еще надо? Он подавил силовыми и страшными методами, убив огромное количество людей, вот всякое сопротивление. Но ему этого мало. Вот он посылает человека и прямо ставит ему цель. Составить иудеев отвергнуться от почитания отеческих законов и от общежительства по законам Бога. Никто больше не может верить так, как верили Авраам, Исаак, Иаков, как учили верить пророки Ветхого Завета. Сам храм должен быть переименован в храм Зевса, храм Иерусалимский, а также храм, который находится в другом месте, где жили самаряне, привычное название этого места Горизим. В Евангелии говорится о том, что вот когда Господь беседовал с самарянкой, в четвертой главе Евангелия Таана, самарянка, узнав, что беседует с каким-то пророком, каким-то особым человеком, знающим тайны Божии, она прежде всего спросила, где надо поклоняться Богу? В Иерусалиме, в храме или на горе Горизим? Там тоже было святилище, которое не признавали иудеи, и признавали самаряне. Но антиоху и Епифану все равно, у него нет такого вопроса. Оба эти храма должны быть переименованы в храмы Зевса. Всех тяготило отвратительное распространение порока. Храм наполнился распутством и разгулом язычников, развлекавшихся с будницами, сходившихся с женщинами в священных дворах, к тому же вносивших внутрь непотребные вещи. Жертвенник был завален приношениями запретными, недозволенными законами. Невозможно стало ни отдыхать в субботу, ни соблюдать отеческие праздники, ни даже попросту называться иудеем. Каждый месяц, в день рождения царя, их селком привозили, есть внутренности жертвы, а на Дионисе их заставляли в венках из плюща участвовать в шествии в честь Диониса. Но описывается страшная картина, невозможная для сердца верующего человека. Как с этим жить? Храм не просто разграблен, он осквернен и превращен в языческое капище. В храме происходят орги и блудодеяния. В храме в жертву приносятся недозволенные вещи. Но какие? Например, свиное мясо. Мы знаем, что Антиох на алтаре храма действительно заквал свинью, животное запрещенное для иудеев. Иудеи призваны, не просто призваны, а принуждены участвовать в различных языческих идоложертвенных мероприятиях. Каждый месяц празднуется день рождения царя. Не каждый год, а каждый месяц. Да, действительно, другие историки тоже свидетельствуют о том, что так и было принято. Вот культ царя, он был таков, что требовалось каждый месяц устраивать особый праздник в честь царя. И вот он, конечно, носил такие языческие формы и наполнен был языческим содержанием этот праздник. И также вот на празднование в честь Бога Диониса тоже все должны были участвовать. Не только закон соблюдать нельзя, не только нельзя отдыхать в субботу, но даже называться иудеем. Иудаизм под запретом. Нельзя больше верить в истинного Бога. По почину жителей Пталомаида было издано предписание иудеям в окрестных эллинских городах вести такой же образ жизни, вкушать идоложертвенное, а те, кто не согласится оставить свои обычаи ради эллинских, убивать. Вот когда стало ясно, что надвигается беда. Не только Иерусалим, а вся территория Израиля будет подвергнута страшным религиозным гонениям. Такие беспрецедентные религиозные гонения это может быть первый случай в истории человечества. Тотально уничтожить целую религию. Все обязаны вкушать идоложертвенное. Привели двух женщин за то, что они обрезали своих детей. С младенцами, которых повесили у них на шее, этих женщин водили на показ по городу, а потом сбросили со стены. Вот такими чудовищными, жесточайшими методами проводится эта политика изничтожения иудаизма. Естественно, если в еврейской семье рождается ребенок, он должен быть обрезан. Обрезание — это первый знак принадлежности к народу в понимании Ветхого... народу Божью в понимании Ветхого Завета. И вот заодно это, заодно то, что они обрезали своих детей, так жестоко с ними расправляются и так нарочат и жестоко. Вот их возят по городу с младенцами, подвешенными у них на шее, потом казнят, сбрасываясь со стены. Вот такими картинами была наполнена жизнь Иерусалима того времени. А другие собрались в пещеры поблизости, чтобы тайно отпраздновать седьмой день. Но о них доложили Филиппу, и они были сожжены, ибо благоговеи перед самым священным днем они не решились себя защитить. Вот здесь, наверное, рассказывается о том, о чем подробно говорится в первой Маковейской книге, когда некоторое количество людей скрывались в пещерах от этих гонений, чтобы там продолжать исполнять заповеди Божии, чтобы почтить субботу, день покоя. И вот именно в субботу на них напали и их уничтожили. Они не сделали ничего, чтобы себя защитить, потому что если бы они начали защищаться, то они нарушили бы заповедь субботы. Прошу читателей этой книги не падать духом из-за несчастий, а, напротив, считать, что кары посланы не для погибели нашего рода, но для его воспитания. В самом деле, знак великого благодеяния в том, что недолгим бывает попущение нечестивцам, но настигает их скорое наказание. «Нет, нас, владыка, судил не так, как другие народы, которым он являет свое долготерпение, карая их, когда чаши грехов их переполнятся. Нас он судил так, чтобы не пришлось выносить приговоры уже после того, как дойдем мы в грехах своих до края. Вот почему он никогда не лишает нас милосердия и даже получая несчастьями не оставляет свой народ. Пусть это послужит нам напоминанием, а тем временем нам нужно кратко поведать о происшедшем». Вот такое обращение делает автор Второй Маковейской книги к своим читателям. Не какой страшный и ужасный антиох Епифана нас напал, мы бедные и несчастные, а какой милосердный Бог, наказывающий нас за наши грехи и для нашего исправления. Вот эти страшные несчастья он осмысляет как проявление заботы Бога о своем народе. И дальше рассказывает об одном конкретном случае, который очень важен для нас. «Некому Элиазару, одному из главных книжников, мужу уже преклонного возраста и чрезвычайно красивой внешности, раскрывали рот, заставляя его есть свинину». Конечно, мы понимаем, что свинина запрещена в пищу. Это не кошерная пища, которая не может быть употреблена религиозным иудеем. И вот старца Элиазара, прославленного особой, благочестивой жизнью, хватают и насильно вталкивают ему в рот эту свинину, раскрывают рот ему, заставляя его свинину. Но он предпочел славную смерть по стыдной жизни и добровольно отправился на колесо. После того, как выплюнул свинину, как и подобало твердо решившемуся ценой жизни отвернуть то, что вкушать запретно. Колесо — это какое-то пыточное орудие. Немножко по-разному разные исследователи описывают, как оно могло выглядеть. Но в любом случае это вот какой-то механизм, которому привязывали человека и дальше, видимо, или палками, или какими-то кнутами доводили его до смерти. Через вот такие жесточайшие избиения. И вот он предпочел это тому, чтобы съесть кусочек свинины. Лучше умереть, чем нарушить закон Божий. Лучше в славе отказаться от тех дней, которые еще он мог бы прожить на земле, чем закончить свою жизнь бесстыдно. Вот так он помыслит. Те, кому была поручена беззаконная жертвенная трапеза, знали этого человека с давних времен. Не какие-то чужеземцы, свои же исполняют вот эти приказы. Они знали Элязара с молодости в течение многих лет. И вот они исполняют это приказание, заставляют его есть свинину. Отозвав его в сторону, они стали предлагать ему принести с собой мясо, какое ему подобает употреблять в пищу, заранее приготовленное им самим, и притвориться, будто бы по приказу царя он ест мясо жертвенной трапезы, чтобы избежать таким образом смерти и воспользоваться человеколюбием, вызванным старой с ним дружбой. Вот такой блестящий выход из положения. Мы сделаем вид, что ты съел свинину, а на самом деле мы тебе разрешим потихонечку принести, ты принесешь то мясо, которое сам приготовишь в соответствии со всеми заповедями и законами Ветхого Завета. Ну что отвечает на это Элиазар? Он принял превосходное решение, подобающее его возрасту, величию старости, заслуженном и славным его сединам и достохвальному поведению с самого детства, но прежде всего святому и Богом данному законодательству. Отвечая им сообразно всему этому, он сказал, чтобы его без промедления отправили в Аид, то есть убили. Нашему возрасту ведь не подобает лукавить, а иначе многие молодые, узнав, как перешел к чужеродным обычаям девяностолетний Элиазар и сами глядя на мое притворство ради краткой мимолетной жизни впали бы по моей вине во грех, а я заслужил бы мерзкую гнусную старость. Даже если я сейчас избавлюсь из людской кары, руки вседержителя мне не избежать ни живому, ни мертвому. Поэтому мужественно расставаясь сейчас с жизнью, я окажусь достойным своих преклонных лет, а юным оставлю благородный пример, как добровольно и благородно принимать смерть за честные и святые законы. И вот от этого предложения обмануть гонителей, съесть под видом и доложертвованного дозволенную пищу, Элиазар таким образом тоже отказался. Да, я буду знать, что я сохранил заповедь, но многие люди, они же этого не узнают, многие молодые люди подумают, что я отступился от исполнения заповедей, и тогда тоже могут легко отступиться. Скажут, ну если Элиазар отступился, нам-то тогда зачем придерживаться всего этого? Нет, я лучше пойду на смерть и даже притворно не буду подчиняться приказу царя. С этими словами он без промедления взошел на колесо. Те, кто проявлял к нему расположение, сменили на враждебность, потому что слова, которые он произнес, посчитали безумием. Уже готовясь умереть под ударами, он сказал со стоном, ведомо Господу, владеющими святым знанием, что хотя смерти можно было избежать, тело мое терпит под бичами жестокие страдания, а душа им радуется страха его ради. Так он и скончался, и смерть его осталась примером достоинства и памятником добродетели, не только для юношества, но почти для всего народа. Вот такое удивительное описание мученической кончины Элиазара, который предпочел верность Богу, его заповедям, его закону, даже в такой как бы малости, как нам кажется, заканчивает это описание шестую главу второй макавейской книги. Ради того, чтобы дать пример юношеству, пример верности, вот он отказался даже от такого притворного нарушения закона, видимого нарушения закона, а по сути не нарушения. И воспринят ли был этот пример, об этом будет написано в седьмой, наверное, самой важной главе второй макавейской книги. «Тело терпит страдания, а душа радуется». Вот этот подход к мученической кончине, он станет очень-очень важным и для иудеев, а потом и для христиан. Это вот, может быть, впервые так выражено богословие мученичества и смысл мученичества именно в описании старца Элиазара и его кончины. Мы читали шестую главу второй макавейской книги в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...